Филипп VI де Валуа, 22 августа 1350 года, но жен Леруа, король Франции с 1328 года, сын Карла, графа Валуа, а первого брака с Маргаритой Анжу Сицилийской, родоначальник династии Валуа на французском престоле, вступление на престол, отношение с вассалами. После смерти Карла IV его вдова осталась беременной, Филипп стал регентом, а когда вдовствующая королева родила дочь, в силу салического закона, устранявшего женщину от права престола наследия, Филипп был признан королем, кандидатура Эдуарда III английского была отвергнута, так как он происходил от французских королей по женской линии. Эдуард вынужден был уступить и принес Филипп в вассальную присягу за свои французские владения. Вскоре после помазания на царство Филипп вступился за своего вассала Людовика Фландрского, последний принес ему жалобу на городские общины, которые поддержали крестьянское восстание. Филипп выступил против коммуны Фландрии, разбил их ополчение, приказ сели и вернул Людовику утраченную власть с начала столетней войны. Не так удачно действовал Филипп против другого врага, Эдуард III ждал лишь удобного случая, чтобы вновь предъявить свои притязания на французский престол с оружием в руках. Руассар передает, что колебаниям Эдуарда положили конец интриге Роберта Дартуа, который, будучи обижен при дворе Филиппа, бежал в Англию и там строил козню против своей родины. В октябре 1337 года Эдуард прислал Филиппу вызов и вслед за тем захватил один фламандский остров. Началась столетняя война. При жизни Филиппа она привела к полному поражению французской армии при крестьсе и взятию англичанами Калле. Вслед за сдачей Калле Филипп заключил перемирие с Эдуардом, но умер до истечения его срока внутри политические проблемы. Война произвела страшное расстройство в государстве, целые области были разорены, многие города сожжены дотла, появились разбойничьи шайки. Налоги, которые король должен был изобретать для покрытия военных расходов, озлобляли народ. Генеральным и провинциальным штатам беспрестанно предъявлялись новые требования, иногда налоги собирались по простому приказанию короля. В 1332 году серьезный удар по экономике страны был нанесен королевским ордонансом, направленным против ломбардских контор. И до Филиппа французские короли регулярно обирали ломбардцев, угрожая при неподчинении высылка из Франции. Ломбардские ростовщики закладывали эти расходы в размер процентов по судам, которые выдавали в дальнейшем. Филиппа шел дальше. Своим декретом он объявил все векселя, выданные ломбардцам французскими вельможами недействительными, запретив первым требовать уплаты по ним, а вторым – производить уплату. Это нанесло страшный удар по ломбардским конторам и вынудило ломбардцев эмигрировать из страны, забрав с собой деньги, врученные им на хранение. Страна быстро лишилась источников краткосрочного кредитования и столкнулась с масштабным выводом капитала из страны. В 1338 году были уменьшены оклады жалования, в 1341 году введена, по примеру, итальянских городских республик, соляная монополия. Папа принужден был каждые два года уступать церковную десятину королю, качество выпускаемой монеты сильно ухудшалось. Свои неудачи в войне с Англией Филипп отчасти загладил приобретением Монпелье и Дефини, семья и дети. Первая жена – Жанна Бургундская, дочь Роберта II, герцога Бургундии и Агнесы Французской. Имели 10 детей, из которых выжили только два сына – Филипп де Валуа, Жанна де Валуа, Иоанн II Добрый, король Франции, Мария де Валуа, Луи де Валуа, Луи де Валуа, Жан де Валуа, Филипп де Валуа, граф де Валуа и первый герцог Орлеанский. Жанна де Валуа, сын, вторая жена – Бланка де Валуа, принцесса Наварская, дочь Филиппа III де Валуа, графа де Валуа и королева Наварра и графини Шампани, имели одну дочь, которая родилась уже после смерти отца – Жанна де Валуа, в 1371 году помолвлена с Хуаном и, впоследствии, королем Арагоной Валенсии.